Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире телеканала CBC, передача «Эхо Востока». В студии Самир Кулиев вот и подошел к концу 2023 год. Впереди 2024. Самое время обсудить итоги в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Итоги мы сегодня этого региона обсудим с нашими гостями. В студии у нас Таир Бейбутов, доцент кафедры политологии и социологии Бакинского государственного университета, заслуженный учитель Азербайджана. По видеосвязи из Москвы к нам подключается Павел Дерябин. Это эксперт по китайскому фондовому рынку. И, в общем-то, мой первый вопрос Таир Мяль-Лим вам. Таир Мяль-Лим, ну вот этот год, он прошел достаточно разнопланово для стран Дальнего Востока. И на этом фоне, конечно же, какой-то определенной стабильностью и даже развитием выделялся Китай. И в этом плане, наверное, одним из ключевых событий этого года стало переизбрание Си Цзэмпиня на должность председателя Коммунистической партии, соответственно, председателя Китая. Как вы оцениваете вот это событие с политической точки зрения? Стоит ли ждать каких-то политических изменений в этой стране? Спасибо, Сан-Мяль-Лим, за предоставленную мне возможность выступить по этому поводу. Это очень сложная тема. Почему? Потому что избрание председателя Китая в очередной раз, это говорит о том, что Китай очень серьезно занимается вопросом доминирования в этом регионе. Избрание председателя – это сигнал к тому, что Китай усиливает свои внешнеполитические возможности в этом регионе. Регион сам по себе, так как мы мало изучаем его, он достаточно очень, можно сказать, взрывоопасный регион. Это очень сложный регион. Здесь не только дело в Китае, здесь еще присутствует Япония, которая ведет политику, скажем, тоже имперского характера, тоже проявляются у нее реваншистские тематика. Здесь Южная Корея, которая имеет определенные противоречия со странами Асиан. Это 10 стран Асиан, которые Япония в свое время очень сильно поддерживала. Эти страны сегодня можно назвать целую группу стран. Имеется в виду Япония, Южная Корея, это Бирма и так далее, Лаос, Вьетнам. Это страны юго-восточных стран Асиан, так называемые, которые обозначили как прыжок тигра. Это действительно достаточно развивающиеся страны. Они достаточно с передовой технологией сегодня. Благодаря Апонии, благодаря Соединенным Штатам Америки, благодаря даже самому Китаю в свое время их, так сказать, ну можно сказать, что их снабдили самыми последними технологиями. Дело в том, что Япония в свое время, после Киотского совещания, экологической хартии, после этого Япония пришла к выводу вывести по возможности все предприятия, которые фактически загрязняли окружающую среду. Это как бы у них получился вот такой принцип, что больше работать над технологиями, изобретениями, чем заниматься производством. Производство можно вывести в те страны, где, по сути дела, можно будет использовать их, даже в том виде, в котором они были. Они, кстати, были не очень современными. Они, да, действительно экологически были вредны. Но, тем не менее, многие предприятия, большая часть предприятий Японии, которые являлись вот такими, ну, загрязняющими предприятиями, были вывезены в эти страны. А там, в свою очередь, благодаря Китаю и благодаря западным технологиям, они их совершенствовали и, так сказать, эти предприятия заработали полную мощность. И сегодня эти страны очень даже, я скажу, лидируют в экономике мира. Да, в экономике. Это примерно 600 миллионов населения, охватывает 600 миллионов. Это примерно около... Это за вычетом Китая. Да, за вычетом Китая. Я именно группу «Асиан» имею в виду, это 10 государств этих самых традиционных. Да, кроме этого, значит, в 2024 году мы планируем, точнее говоря, аналитики планируют, что это примерно будет около 3,5 триллиона долларов, которые охватят эти все страны. Но дело здесь в другом. Дело здесь в том, что Китай претендует на некоторые территориальные... у него есть территориальные претензии, как и Южной Корее, так и странам «Асиан». Например, Китай выделял огромные суммы денег, отдавая их в кредит, эти деньги. Многие из них не в состоянии выплатить. И поэтому Китай ставит условия перед ними, что он берет в аренду эти территории, использует их на длительный срок и тем самым компенсирует ту сумму, которую должны эти страны. Я приведу пример Бангладеш. Бангладеш не имеет к этому никакого отношения, но это пример. Потому что Бангладеш элементарно не выплатил полтора миллиарда долларов, не в состоянии был, хотя это не сумма, будем так говорить. И поэтому Китай взял в аренду остров на... Я извиняюсь, порт, морской порт, на 99 лет. Это порт, который находится на территории Индийского океана, так сказать, омывается Индийским океаном. Это сильнейший порт, торговый порт, который сегодня очень активно развивается. Ну, что касается других претензий. Китай, например, очень активно действует в Южно-Китайском море. Очень активно действует. Представьте себе, что влияние Китая, доминирование ему в этой зоне подошло Нисамия, остров Китая, Нисамия и Гуам. Гуам — это американская территория. Соединенные Штаты Америки — это подконтрольно Соединенные Штаты Америки. А Нисамия — это японская территория. И вот представьте себе, что Китай приблизился к ним, находится абсолютно в самом недалеком расстоянии от них и тем более представляет определенную угрозу. Я должен сказать, что Китай старается со странами океан вести очень ровную политику. Но в то же время, в то же время, это финансовая экспансия, это торговая экспансия, она присутствует. Ну, у Китая есть свои стратегические интересы. Вот вы говорили об экономике Китая и вот этих группы стран, дальневосточных, юго-восточных. И здесь вы затронули ситуацию, когда у Японии часть производственных площадок находится за пределами Японии. В Китае, насколько мне видится, ситуация противоположная. Большая часть, конечно же, производственных площадок находится внутри страны. Лучше, я думаю, об этом нам расскажет Павел Петрович Дерябин. Павел Петрович, еще раз приветствую вас. Здравствуйте. Экономика Китая, она действительно очень стремительно растет. Это то, что мы видим по внешним показателям. То есть вот на 5% как минимум известно, что в этом году будет увеличение внутреннего валового продукта. В целом, вот если сравнивать даже с Соединенными Штатами Америки, традиционно сравнивают с этой страной. В США, например, рост ВВП составит всего 2% по версии аналитиков. То есть видно, что рост идет очень заметный. Причем в некоторых сферах, в некоторых отраслях там вообще стремительный рост. Например, автомобильная промышленность. Вот сейчас весь мир заполонили буквально, так сказать, в хорошем смысле слова, такие гибридные автомобили, электрические автомобили, электрокары так называемые. И вот 60% продаж всех электрокаров, так скажем, приходится на долю китайского рынка. И вот только в этом году, мне что удивило, эта цифра очень сильно, что рост производства электрокаров составил от 30 до 40% в Китае. Вы согласитесь, наверное, для производства, для любого такие цифры, они просто нашеломляющие. Как вы думаете, с чего нам ожидать дальше от Китая? К чему этот стремительный рост может привести? Ну, на самом деле, да, цифры впечатляют и показывают ежегодный рост. Ну, как вы понимаете, это, в общем-то, связано с тем, что китайский рынок, он достаточно молодой. Скажем, до начала 80-х годов он представлял себе достаточно, ну, если не жалкое зрелище, то Китай у нас точно относился к странам третьего мира. Вот то, что происходит сейчас, это нужно смотреть всегда в некой динамике. То есть, вот за последние годы темпы роста, они большие, но они уменьшаются год от года, и коммунистическая партия с этим активно борется. Они стараются эти темпы роста удерживать, как-то увеличивать, стимулировать. Но в последнее время с этим, конечно, возникли серьезные проблемы. Что касается промышленного роста, то здесь нужно понимать, что западные страны тоже не сидят сложа руки, да, они наблюдают за этим ростом. И они получили четкий сигнал из Китая о том, что, в общем-то, этот рост идет на пользу только Китаю, а не, скажем так, западному сообществу. Поэтому нужно на эти темпы, на показатели, на цифры смотреть всегда с некой долей правильного, так сказать, восприятия, что ли, да, то есть смотреть на общую картину. Общая картина выглядит так, что в ближайшие годы мировое производство, мировую экономику, да, ждет серьезная реформация. И, скажем так, технологичный прорыв, технологический, назовем его так. И в этот технологический прорыв Запад не очень хочет пускать Китай. Он хочет, чтобы Китай остался на тех же позициях, что и сейчас. То есть в этом новом мире, как бы, Китаю нет места, по мнению западных экономистов, да. И все, что ему уготовано, это, в общем-то, производить автомобили прошлого поколения, строить инфраструктуру и так далее. В новом технологичном мире у нас будет несколько новых отраслей. Это, в первую очередь, там, квантовые компьютеры, продление жизни, создание высокотехнологичных производств роботов, там, искусственного интеллекта. И американское, и западноевропейское сообщества не хотят видеть Китай здесь каким-то конкурентом. Вот. Поэтому, да, мы видим сейчас и рост, и прекрасные показатели, но насколько это будет в будущем, пока это большой вопрос. Китаю нужно срочно перестраиваться под новые вызовы, которые готовят ему технологические революции, в которых ему обязательно нужно участвовать. Для этого ему нужно располагать технологической базой, увеличивать разработки, много на это тратить. А у него сейчас, по факту, серьезнейший кризис на рынке недвижимости, цены падают, много компаний разоряется. Вот, собственно, его текущие проблемы. Вот ваш, значит, так скажем, ваш комментарий, он мне напомнил немножечко вот так судьбу таких компаний, как Nokia или как Kodak, которые вовремя не переориентировались на современные тенденции, технологические какие-то прорывы. И, конечно, Китаю вы, наверное, правы, что нужно обратить на это очень серьезное внимание. Я думаю, что Китай этим занимается. И в целом нужно признать, что и конкурировать западному миру сейчас с Китаем будет довольно тяжело, как и наоборот. Но вот по поводу Китая, наверное, одним из таких еще мероприятий, очень значимых в этом году, это мероприятие проходит раз в несколько лет, это такой вот форум очень масштабный «Один пояс, один путь», он прошел в этом году. И одним из таких запоминающихся событий на этом форуме, на этом мероприятии стал приезд и визит в Китай Владимира Владимировича Путина, российского президента. И на это средства массовой информации всего мира акцентировали свое внимание. Как вы считаете, Таир Мелли, вот эти транспортные, логистические все, так скажем, направления, которые сейчас Китай активно пытается развивать, в том числе в этом ключе чиновники из Китая, приезжающие сюда в Азербайджан, неоднократно заявляли о том, что Азербайджан на этом пути является очень важным стратегическим партнером Китая. Насколько важно продолжать их развивать, насколько важно восстанавливать транспортные маршруты в рамках одного поезда, одного пути? Значит, дело в том, что Китай, когда встречался с Путиным, с Владимиром Владимировичем, значит, обсуждался этот вопрос, вопрос новых логистических направлений, обсуждался этот вопрос. Дело в том, что у Китая есть определенные три мощные концепции для развития этих транспортных сообщений, три мощных. Это, во-первых, Южно-морской шелковый путь, он так и называется Южно-морской шелковый путь 21 века, это так и называется эта концепция. Это прежде всего Южно-Китайское море, это Индийский океан, это Африка, это Средиземное море и выход на европейские рынки. Это один вариант. Второй вариант – это Китай, Южно-Китайское море. Я почему акцентирую на Южно-Китайское море, потому что там очень много претендует на эту территорию, там соседи претендуют, поэтому Китай хочет там доминировать. И в плане экономики, и в плане торговли, и в плане присутствия военно-морского флота, я об этом еще скажу. Да, это значит, второй вариант – это Китай, Южно-Китайское море, это океания, это юг Латинской Америки и выход в Атлантический океан. Там уже, конечно, Европа и Гибралтар. Цель – Гибралтар. Вот. И третья концепция – это Китай, это Северное Китайское море, это выход к Северному Ледовитому океану. По поводу Северного Ледовитого океана, вот именно здесь была встреча с Путиным, и здесь очень четко этот вопрос обсуждался. Но я скажу другое. Дело в том, что покойный премьер-министр Японии Абе уже говорил на эту тему, уже эта тема обсуждалась. И когда обсуждалась эта тема, 27 раз они встречались с Путиным, 27 раз Абе, премьер-министр, встречался с Путиным. Обсуждался не только вопрос Курилов или, скажем, вот этих островов, да, архипелага Курильских островов, но еще обсуждался и выход в Северный Ледовитый океан. Это так называемый Северный морской путь. Обсуждался этот вопрос. Что не понравилось Соединенным Штатам Америки, что не понравилось это, в свою очередь, Китаю, что не понравилось это, прежде всего, представителям Анзюса. Анзюс — это военно-политический блок, который покровительствует Австралия, Новозеландия, Соединенных Штатов, Великобритания. Это альянс, который был очень даже невыгоден для них. И что произошло, значит, несколько было предложений. Официально была принята договоренность по поводу создания на Курилах зоны свободной торговли. Но не получилось. Абе ушел, через некоторое время его убили. То есть, вот эта идея, кстати, Абе выдвигал на пост премьер-министра своего заместителя по партии. И четко он его, так сказать, протежировал. Но в конечном итоге, вот что случилось, то и случилось. Фактически его и застрелили на предвыборной агитации. И эта идея, она, по сути дела, порвалась. Что касается Китая в этом вопросе, если вы позволите, я немножко шире скажу на эту тему. Почему? Потому что сегодня Соединенные Штаты Америки и Великобритании, как сказал Павел Петрович о том, что Америка не заинтересована в развитии Китая в данном случае, и стараются его как-то оставить на этом уровне, на котором он есть. Я полностью согласен. Почему? Потому что вокруг Китая, вокруг так называемого, ну я старыми терминами, антикоммунистического пакта, потому что эта зона называется Красный Дракон, это Северная Корея, это Россия, пусть на меня не обижаются, это Южная Корея, Северная Корея, Китай, Россия и сочувствующие. Сочувствующие. Это Вьетнам, это Лаос, это Бирма, это Камбоджа, это сочувствующие. Несмотря на то, что они в группе Асиан, несмотря на то, что они сегодня под их, так сказать, это... Но тем не менее, китайское влияние, это след Мао, понимаете? Это след Мао называется в литературе, так называется, след Мао. Это есть. И посмотрите, они выдвигают сегодня единый фронт. Я не просто сказал, что существует блок Анзюс, у него есть подпитка, Анспак, организация. Это военная организация, которая, по сути дела, поддерживает создание атомного флота Австралии. Вы помните историю, когда Австралия заказала у Франции подводные лодки, атомные подводные лодки? Проект не получился. Американцы надавили на Австралию, Австралия отказалась от этого заказа. И Соединенные Штаты Америки передали три атомные среднего уровня, три атомные подводные лодки Австралии. А сегодня Британия, Соединенные Штаты Америки, Япония разрабатывает на территории Австралии новую мощную атомную подводную лодку, которая выйдет в 2045 году. И тогда они создадут свою собственную атомную. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы остановить вот это продвижение Красного Дракона. Тайор Малим, спасибо. Вот вы вспомнили про отношения российского президента с Синдзуаби. И действительно был момент, когда было ощущение, что договоренность по Курильским островам, по четырем Курильским островам будет достигнута. Этого не случилось, вы правы. Но вот сейчас, в ситуации, когда, так скажем, произошел конфликт на территории Украины и до сих пор продолжается, многие считали, эксперты, что Япония попытается как-то военным путем забрать эти Курильские острова и так далее и тому подобное. Но оказалось, что ситуация прямо противоположная. Нет, вот буквально недавно официальные лица Японии заявили, что нет, они хотят решать все эти вопросы миром, будут продолжать переговоры. И вообще в целом, несмотря на то, что какие-то санкции они вводили против России, они намерены продвигать нормализацию отношений с Россией и, соответственно, мирную повестку продолжать. В принципе, это очень, мне кажется, разумно, логично. Но вот касаясь Японии, Китай мы в целом обсудили, хотелось бы вторую такую серьезную страну в этом регионе обсудить с вами, Павел Петрович. В общем-то, Япония столкнулась в этом году все-таки с некоторыми кризисами в сравнении с тем же Китаем. Прежде всего, это политический кризис. Дело в том, что руководство Японии сейчас имеет очень низкий уровень доверия. К сентябрю месяц он составлял чуть более 30%. И это вынудило премьер-министра Кисидо полностью обновить состав кабинета министров. То есть был он расформирован, собран заново, там появились новые лица. Причем это не единственная такая ситуация. Был очень серьезный конфликт с соседями, с той же Кореей, Южной Кореей, по поводу сброса воды, сброса охлаждающей жидкости с атомной электростанции, как вы помните, Фукусима, на которой в 2011 году произошла авария. И вот в этой связи Корея заявила о том, что она потеряла буквально десятки миллионов долларов, потому что рыба все-таки погибает вот в этих водах, куда был уже в несколько этапов организован слив вот этой охлаждающей жидкости. И показательный такой момент, запоминающийся в этом году, как раз стал тот момент, когда премьер-министр Японии демонстративно в ресторане поедал рыбу из акватории моря, океана, как раз вот вблизи Фукусимы, чтобы доказать, что нету в ней никакой радиации. Вот как бы вообще вот эту всю ситуацию вокруг Японии и с Японией характеризовали бы в нескольких словах? Ну, если ее так вот большими широкими мазками пытаться обрисовать, то у нас, в общем-то, Япония намного сильнее вписана в мировую экономику, в производство высокотехнологичной продукции, чем, допустим, Китай. Да, там нет никаких ограничений. У нас в этом году в Японии на фоне вот всех этих скандалов, связанных с тем, что происходит сейчас, мы видим, в общем-то, что в Японии находится несколько интересных проектов, которые в будущем могут оказать влияние на весь Тихоокеанский регион. В частности, вот туда переедут мощности, одни из мощностей тайваньского завода по производству чипов, тайваньский семикондакторский завод, да, называется. И он также переезжает в Америку. Я этим хотел сказать только то, что в Японии создается новый научный хаб, который, вероятно, будет идти в противовес Китаю. И будет, в общем-то, в будущем играть более серьезную роль, такой форпост западного, скажем, мира, технологических революций, которые затем начнут менять устройства нашей цивилизации, скажем так. При этом то, что сейчас там происходит, это довольно серьезные внутриполитические изменения, целью которых является, в общем-то, защита границ территориальных ввод с соседями. Да, у нас есть претензии с стороны Китая, есть постоянная угроза полета ракет из Северной Кореи, каких-то провокаций. Поэтому Япония у нас, в общем, находится под постоянным давлением, и угроза, в общем-то, реально достаточно каких-то небольших или больших конфликтов. Но, тем не менее, мы все знаем, что за последние 20 лет в Японии был высокий уровень дефляции, который они пытались все победить. Да, во всех странах мира у нас инфляция, а здесь дефляция, то есть, когда цены снижаются, что очень сильно влияет на экономику в негативном плане. И, как выяснилось, в общем-то, экономически эту проблему удалось решить. По крайней мере, темпы поменялись, и сейчас речь идет все-таки об инфляции. Это достаточно серьезное достижение. Ну, в общем-то, Япония, конечно, еще очень далека от тех уровней, темпов роста, которые у нее были в 70-80-е годы, когда она была страной номер один, фактически, по темпам роста в мире. То есть, ее сравнивали с американской экономикой. Мир был заводнен японскими туристами, в общем-то, страна активно развивалась. Это, в общем-то, хороший пример для Китая, чем может все закончиться, если они не смогут вовремя правильно выстроить свою экономическую политику на ближайшие годы. Павел Петрович, ну, все-таки, тем не менее, японская экономика – это все еще третья экономика мира, фактически третья, наравне с Германией. И, в общем-то, тут хотелось бы сказать, и вот, наверное, последний вопрос я задам еще про одну страну, Юго-Восточной Азии. Этот вопрос вам, Таир Мэллем. Это Индия. Дело в том, что она фактически ворвалась в пятерку самых крупных экономик мира, обошла Британию, Великобританию, буквально в конце прошлого года. В этом году она добилась очередных каких-то рекордов, например, по численности населения обошла Китай. Была успешная посадка лунохода, то есть космического аппарата на Луну. То есть это фактически четвертое государство в мире, которое сумело это совершить. И ряд других каких-то есть достижений. Как вы считаете, именно Индия в плане и политическом, и экономическом, насколько важная страна в регионе, насколько важно наладить, в частности, нам в Азербайджане отношения с этим государством? Они, в принципе, на очень хорошем уровне, хотел бы сказать. И исторически тут такой момент очень важный, что и в 50-е, и в 60-е годы первые руководители Индии, они неоднократно посещали Азербайджан, еще тогда советские Азербайджаны. В общем-то, такие у нас исторические связи существуют с этой страной. Вообще традиционно вы правы абсолютно, что с Индией у Азербайджана есть очень хорошие и культурные связи, экономические связи, и в области образования. Все это было, и мы помним, и мы когда были даже школьниками, к нам приезжали гости в школу, мы встречались с ними и так далее. Фильмы индийские для нас были действительно показательными фильмами. Это как бы, ну, даже нас в некотором смысле они воспитывали, в общем-то. Да, но дело в том, что современная Индия имеет очень проблемную ситуацию. Очень проблемная ситуация. Мы знаем, что потенциал Индии очень высок. Мы знаем, что Индия набирает определенные темпы экономического роста. Мы понимаем, что в этом регионе Индия играет главенствующую роль, именно в этом регионе, но у нее есть проблемы, понимаете? Проблемы, вот опять я возвращаюсь к теме, значит, южно-азиатской проблемы. Почему? Потому что у Индии самый главный рынок для стран Асиана, для стран, да, для Японии, для Австралии и так далее, это Индия. Это главный рынок, там, где они могут реализовывать свои товары, потому что Индия громадная страна с огромным числом населения и так далее. И все время есть потребности в определенных, ну, в производстве материальных ценностей, будем так говорить. Где-то Индия успевает, где-то не успевает. И понятно, что Индия во много раз отстает и от Японии, и от группы Асиан, и от группы Аспак, и от Южной Кореи зависит, и от Японии зависит. И все в Индии будет нормально, при том, что если в этих странах будет мир. Мира, как правило, там пока нет. Например, я опять же вернусь к этому разговору, относительно отношений между Японией и Южной Кореей. Это главные поставщики тех материальных ценностей, которые поступают в Индию. Самое большое, это примерно около 75% всех товаров Южной Кореи и Японии поступают в Индию. И вот, посмотрите, между Японией и Южной Кореей нет согласия. И экономического согласия нет, и нет военно-политического согласия. И нет стратегического, географического. В августе 1923 года Байден в Кем-Дэвиде собрал представителей Японии, руководство Японии и руководство Кореи, и пытался их примирить. А почему примирить? Да потому что между Южной Кореей, и не только Южной Кореей, и Северной Кореей, и вообще в целом Кореей, и Соединенных Штатов Америки, существуют исторические противоречия. Это, во-первых, Япония называют Японское море, корейцы называют Корейским морем, а географическое называют Восточное море. Это раз. Остров Кото находится на территории Южной Кореи. Это после Второй мировой войны. На самом деле это исторический японский остров. И вот из-за этого идут вот эти проблемы. Кроме того, с 1910 года по 1945 год Япония колонизировала Южную Корею в целом. Это они вывезли огромное число мужского населения в Японию, эксплуатировали, женщин вывозили для солдатских утех, так называемых. И сегодня Южная Корея требует материальной компенсации. И никак не могут вот этот вопрос решить, понимаете? Япония согласилась частично выплатить какую-то сумму. Южная Корея от принципа отказались. Тайр Малин, но мы будем надеяться, что в следующем году вот подобные разногласия между этими государствами будут разрешены, потому что мир, и даже в таком далеком для нас регионе, это все равно мир, и он всегда приводит к каким-то позитивным изменениям. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я хочу поблагодарить вас, Тайр Малин, поблагодарить, Павел Петрович, вас. Нашим гостям напомнить, что итоги 2023 года для стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии мы обсуждали с Павлом Дерябином, это эксперт по китайскому фондовому рынку, а также Тайр Малин Бехбутов, доцент кафедры политологии и социологии Бакинского государства университета, заслуженный учитель Азербайджана. Встретимся с вами уже в новом году и обязательно будем обсуждать ситуацию в регионе Дальнего Востока, будем следить за изменениями. А я желаю вам, дорогие зрители, всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова